лет десять назад так получилось что я пренебрег техникой безопасности при упражнении монтажных работ кровельных монтажных работ сорвался с высоты это примерно крыша двухэтажного здания сорвался упал знание не терял упал больно 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 пытался перевернуться все-таки подняться из падения но что-то ногами не слушались ноги сразу зарелись свинцом ощущение чажесть боль родственникам не монтажной работы но впоследствии мы не стали родственники мы с супругой после травмы развелись я конечно понимаю ее она мы были молоды я был молодой она была молодая но ухаживала за мной моя мама после травмы меня после больницы привезли меня домой к родителям к моим супруга с дочерью приходили ко мне навещали меня конечно все-таки семья любим друг друга но впоследствии все-таки спустя некоторое время пришло извещание из суда о разводе не было каждый день пришло что мы разводимся касать думаешь все-таки она не то ли не выдержала то ли все-таки я в коляске я громоздкий я за мной ухаживать жизнь только начинается мне можно не понять и простить а с другой стороны почему ты так сделала я может быть нуждался в твоей помощи это не каждому дано так вот тут резко поменять жизнь что не было в голове она только она об этом знает у меня были смещение двух позвонков сдавления спинного мозга и из-за этого к сожалению у меня тогда и до сих пор не ходят ноги причем я ничего не могли сказать потому что это каждый каждый травма индивидуально каждый организм индивидуально как он поведет себя непонятно они предполагали что я могу уходить они предполагали что я не могу уходить но они были занимайся собой не теряя надежды и занимайся дешевле ногами есть случаи все такие когда люди после таких травм и даже хуже травм встают ходят продолжая жить но организмами травм индивидуальнее всяко может быть владислав чекишев абсолютный чемпион мира по пара армрестлингу больше 10 лет назад получил травму позвоночника и именно спорт помог ему не зацикливаться на проблеме владислав тренирует детей инвалидов один раз в неделю работает в офисе и влюблен в баскетбол на колясках года три-четыре я просто лежал дома боязнь выйти показаться людям это очень тяжело очень тяжело я думаю что я думал что меня не поймут что я буду другим человеком будут показывать меня пальцем так что случилось что случилось нет я долго восстанавливался долго преодолевал себя без помощи посторонних я не мог ничего сделать потому что первые три года были просто болью я проспался с болью я день проходил с болью я заспал с болью я принимал без боли чтоб не было боли лишнее движение было очень больно и мама плакала конечно же смотря на меня просто ее сын я в семье первенец блин случилась трагедии все-таки на семье как-никак ухаживала кормила находилась со мной гладила мне ноги массажировала мне ноги как-никак потому что сын лежит сын из попал в больницу 92 килограмм выше сборки 49 килограмм я похудел катастрофический когда дали коляску все-таки думал вот коляска но языке встану все таки я буду заниматься собой на коляске ездить не буду я буду тренироваться я буду разрабатывать ноги буду делать какие-нибудь упражнения я читал литературу что люди же поднимаются воде коляска коляска это не приговор но проходя месяц тренировок и годы тренировок что-то не происходит и всякие родственники приезжают ко мне все реже и реже даже как сказать да до травы у меня в телефон было очень 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 много знакомых но после травмы знакомых как-то резко поубавилось вообще резко поубавилось стали как же приходили знакомые друзья навещали но с каждым разом все меньше и меньше я хотел бы все-таки доказать основным и показать во-первых матери дочери родителям что я все-таки не обуза я не лишний я не просто овощ лежащий мне кажется потерял очень много времени я правда боялся выйти показать себя людям показать себя на улице я в коляске это катастрофа переосмыслил поговорил со своими знакомыми что не надо и мне кажется больше всего мои знакомые мои товарищи и мои коллеги в коляске сказали что не наносить дома мы живем жить можно мы жить можно и в коляске одноклассники мои меня вытаскивали никогда услышал знали что я все-таки получил травму на день выпускников они собрались у нас вот и сильно дружный класс вызвали вытащили меня притащили меня в кабак после этого я маленько осмелился таким меня не странятся меня не чужая на меня пальцы не тыгают на улице и стал уходить потихоньку на улицу по однокласснику в социальных сетях узнал что в тюмени очень много людей в колясках очень много и на одном из сайтов у меня сообщение тук 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 привет ты откуда яку я из тюмени в коляске да да в коляске я тоже в коляске меня зовут никита чем занимаешься когда ничем я не занимаюсь дома сижу ничего не занимать я занимаюсь спортом баскетболом к мячике даем пришли с нами попробуем поиграла 1 тренировка 2 тренировка понравилось все-таки не сидеть дома они заказали коляску я пересел уже в коляску тура сделана под меня и может стать 100 момента я стал заниматься профессионально в баскетбол на коляске стала защищать флаги темецкой области и мир секс федерации я от них стал узнавать что можно все таки не только сидеть дома можно выйти на кляске и сходить в магазин поликлинику даже ноут даже получить образование и нас многое и мы есть вам рестнинг вам рестнинг вам рестнинг дело случая звонок а звонит из общества инвалида было вроде дело пятница говорят из владислав воскресенье будет спортивная спартакиада среди инвалидов который будет проходить также в спортшколе из дюшер номер три не хотел бы ты поучаствовать вышел попробовал сначала в дартс не получилось не попал никуда в теннис да легко обыграли а вам рестнинг там может быть не очень было много людей больше три-четыре человека а я вроде к человек неподготовленный прошел морской с улицы выиграл у всех комэсик все-таки это сила а мне это сила это выносит это мышцы это красивое тело я просто качал сначала мышцы ну может быть все таки был после травмы был таким как бы суховатым мальчиком занимался мастериком года два и потом антолий тренинг давай выйдем попробуем на российские соревнования давай пробуем хорошо но для этого мы сначала выиграли городские соревнования по армбрестингу мы стали золотыми пиздерами потом отобрались на предоставляли чем тюмень на областных соревнованиях по армбрестингу тоже взяли золото на данный момент и сейчас я абсолютный чемпион россии трехкратный чемпион россии я чемпион европы и бронз и серебряный чемпион европы и года два назад я стал абсолютным чем мира мужчины в коляске до 70 килограмм в прошлом году у меня получилось стать серебряным и бронзовым призером чемпионата мира я был мне кажется простым веселым улыбаемся обыкновенным парнем строительным строил дома а теперь я я в коляске да но я передвигаюсь на коляске я владислав я чемпион мира я абсолютно чемпион мира я хочу показать людям что мы есть выходить ну не надо сторониться я женился второй раз на другом замечательном человеке моя вторая супруга она знала меня до травмы мы с ней общались когда я ходила на ногах потом что наши пути не знаю разошлись мы долго долго не виделись не встречались но соцсети соцсети все-таки никак от них не деться они все равно сведут к никак не кажется узнала что я в коляске встретилась как так как так ну так я в коляске теперь ну повстречались пообщались а потом мы поженились она мне сказала я тебе люблю не то что ты в ногах там не на ногах каким ты сейчас есть она приняла и не понимает меня таким как какое сейчас есть в кляске вредно некоторые обязанности по дому который выполняет теперь она я теперь делаю грубо говоря убрать подмести постирать мы посуду приготовить я могу это сделать но то что я не могу например вскопать расколоть покой дрова там а прибить молоток там прослить в двери в стене от отверстия она делает маленько поменялись наши еда роли машину машину вводим оба воспитание дочери я принимаю участие как я принимаю участие звоним по телефону здравствуй юля здравствуйте как дела нормально как учеба учеба то и то и то это гуляем я гуляем встречаемся она приезжает ко мне домой она мне позвонил импально да было дело мне это познакомила ты маленький себе папа мой совсем другой человек то есть до ведь еще смогу это один человек после 2008 год 2010 так после реабитации не полностью кардинально кардинально вообще то есть я с ним больше разговариваю больше рассказываю что произошло мне потому что он же не видит что и как я живу что у меня происходит жизни как у меня с учебы я рассказываю конечно это человек это поставь себе цель он идет он добивается он не меняется там решение свое он идет он настроен жестко идет конечно меня гордость берется я очень рада я живу для того чтобы все таки как показать вам людям которые ходят на своих ногах и объяснить своим детям что есть такие люди в колясках чтоб чтоб они правильно объяснили людям кляска что это не люди там инвалиды где там там каличи какие-то это такие же люди как и мы его не надо отчуждаться не надо тыкать пальцем а а